У нас сегодня получится такая пушкинская встреча. Пушкин не ведет, когда много нагруз собирается. Мы ведем русским кружком. И чем уже круг, тем интимнее. А чем интимнее, тем нежнее. Так что в этом был смысл, я понимаю его. Ну, с чего начать, даже не знаю. Ну, наверное, два слова скажу о живописи. Или, ну, да, о живописи, надо сказать. Если бы всерьез мне пришла в голову идея рисовать кругами, я бы это отверг, как безобразие, издевательство над искусством. Ну, что за дикость такая. Но это случилось нечаянно и в шутку. Я жарил орехи, они сгорели. Я попробовал этим угольками рисовать. Жалко было забрасывать. Ну, и попробовал, какой бы сцеплений с бумагой, нарисовал палкой-палкой огуречек в этой ночи человечек. Дальше я забил про орехи. И стал думать про этот человечек. Говорит, полуха отвлекаться, отвлекаться очень хорошо. Я отвлекся на него и думал, как я его люблю. Дело в том, что у меня произошло в детстве трагедии. Мама меня научила рисовать зиму. Такая гладкая волнистая линия, и получается снег уже на бумаге. Рисуешь дома, опять-таки, о ванной мякую крышу, и получается снег на крыше. Ну, и дерево, и веточки без листьев, и получается зима. Я нарисовал одну зиму, вторую, третью, четвертую. Мне стало так же, где-то зимы. И я понял, что все. И рисование на этом закончилось. Потому что рисовать я не умею, кроме этого. А это рисовать мне интересно. И тут я увидел, что дети рисуют человечка, полка-полка-муречка. Эти человечки дерутся, они рисуют, прыгают, еще чего-то в учебниках. Я тоже стал их рисовать. И да, я рисовал еще скелетиков. Вот я вот увлекся скелеты рисовать. И у меня скелеты раскачивали заголовок почерника в гробу. Там было написано «Конституция СССР». У меня все равно что-то было написано. Но, а у учительницы было не все равно. Она сказала маму папе. Папа мне не сказал, что «Кошмар, в Советском Союзе, в Конституции, а ты работаешь, что, с ума зашел? Снимай в тону, я тебе это поркал». Он сказал, что ты портишь учебник. И все. А выпрыгнул он у меня по другому поводу. Один раз. Дети пошли за город, побежали куда-то. Я вместе с ними побежал. Они столпились вокруг чего-то на аэродроме. Но я был маленький, они меня отчиснили. Я не знаю, что они там делают. И вдруг раз кто-то закричал. И все разбежались от того, что-то случилось. А случилось, что выжгла глаза. Сын зомболита. Я был в последних летах. Я даже не знал, что там произошло. Ну и все побежали по домам. Я пришел домой. Вот тут меня отец выпрал. И сказал мне, ты, сын врачей, оказался вот в такой ситуации. А тут безобразие. Ну действительно, я думаю, было бы остановить, как с вами врачей. Все это. Ну я же не знал, что там происходит. Но это у меня было урок на всю жизнь. И поэтому, когда я ходил в автобус, то если душа, и повоняет бензином, я сразу говорю, вы не против форточку открыть? Мне говорят, нет, не против. Я открываю форточку. Я никогда не говорил, чтобы кто-нибудь так делал, кроме как сына врача. Я всегда так поступаю. Ну вот. И поэтому я очень любил этого человечка, который спас. И мне после этого хотелось рисовать. Я полюбил рисование. С этими человечками рисовал, рисовал, рисовал. И вот этот человечек оказался у меня после «Жженных орехов». Я думаю, как ей его любили. Что я могу сделать для него, сказал я. А я тогда уже был и писатель, написал роман, и куча стихов, и рассказов. Я был художником, про который говорили, это ведущий, будущий художник страны. Ну ведущим художником я не стал, потому что, чтобы весь мир с кем-то общаться. Я ни с кем не общаюсь, никого не веду. Но с другой стороны, я открыл новую страницу мировой живописи. Так что все-таки я ведущий художник. Короче говоря, я стал думать, как я его люблю, что надо для него сделать. А я решил внизу нарисовать несколько кругов, как его голова и как его толща. На небе сцепил три круга, получил с облака. И вот чудо, оно оказалось в мире, где все полно кругов. И ему стало хорошо. Он оказался у себя дома. Ну а дальше я вставил в раму. Все, что я делаю, я все вставляю в раму. И подумал, а что если сделать серии в цвете? Я стал делать серии в цвете. И вот так вот, в виде шутки, это передавило преграды в моих профессиональных предрассудках. А всерьез я бы это отверг, как безобразие. И поэтому, когда некоторые художники говорят, что это безобразие, я их понимаю. Ну вот, ну больше о живописи я говорю, не буду сегодня, наверное, а теперь приступлю к поэзии. Моя мама однажды мне дала задание такое интересное, когда мне было 4 года. Она говорит, «Юра, приезжай в гости, расставь флакончики перед зеркалом, чтобы было красиво». Я говорю, «Большие посередине, маленькие по краям?» Она говорит, «Нет». «А,» «Большие по краям, маленькие посередине». Она говорит, «Нет». «А как же?» Сказал я. «Ну вот как ты решишь, так и будет красиво», сказала она. Это был большой урок мне на всю жизнь, но какое счастье, что этот урок был один единственный в жизни. Если мне это сделали 5 раз, мне это вызвало отвращение. Ну или 10 раз, 2 раз, это был один раз на всю жизнь. Такой драгоценный урок. Ну вот. И однажды она мне сказала, Юра, когда я учился в первом классе, «А ты не хочешь написать стихотворение?» «Я говорю, ну попробуй». «Ну хорошо, сейчас попробую». Я написал стихотворение, но с натуры, как я вот смотрю на свою жизнь, так я написал. «Я сижу в ожидании отца и не знаю, когда он придет. Джек сидит и скурит у крыльца, ветер, грустная песня поет. Мама мне разобрала постель и сказала, положиться пора. На дворе разыгралась ветерей, по домам разошлась детвора». И дальше она больше никогда мне не предлагала писать стихов. И дальше, значит, с первого класса девять лет я не писал стихов. «Важаю, если бы она мне каждую неделю приводила цель по стихотворению, это бы сильно украсило мою жизнь». У нас в другой стране был тоже хороший урок. Вот, девять лет ты жил в скуке, а вспомни, какой был у тебя праздничный день, когда написал стихотворение. «Но я-то иногда вспоминал». Вот, так что где-то уже к десятом классу я стал писать стихи, уже потому что мне это стало нравиться. Я вспомнил тот праздник, видимо. Я написал первое стихотворение такое, уже где-то в девятом, восьмом, в седьмом классе. А я уже на первом этаже, и на меня по улице, это был город на берегу Тихого океана, город Нахутка, вот, на первом этаже смотрел в окно, и там время от времени проезжала похоронная процессия. С оркестром люди шли куда-то. И я написал такие стихи. «Люди в похороны отпоют сосед. Жалобно вороны полетят и вследом. Кто-то вскрикинет горько, черной ночи ради расплескаться зори, белой будет свадьба. Вызойдет худая, на камине груды, нежно в зон кидая, поцелует от губы. Я ведь с ней помолвлен, был еще в купе. Сама, место кровли, клювы нам надели. Слушайте, ж ворону, вам расскажет весту. Мне на похороны привели весту. И, опять, много лет я не писал никаких стихов, и потом стал писать писем на своей однокласснице и мне почему-то стало жалко их отправлять, я стал копии снимать этих писем и оставлять себе. потому что это какой-то был для меня драгоценный текст. Я хотел драгоценности это появиться с ней, но ей жалко было их упускать из рук. И так началась моя проза вот этих писем. А раньше проза не получалась, я получала в стиле Диккенса что-нибудь скучное было. Ну вот, и потом я в Москве стал писать стихи, потом я стал писать стихи без рифма. Я думаю, что такое, что я клятву дал писать в рифму, что я подчиняю в рифму писать. И стал писать стихи без рифмы. Зеленые травы как мысли, потому что их много, и по ним можно родить. Там, где свалено много негодных вещей, на котором когда-то прикасались людские руки и мысли, вырастает подсолнух. Ах, там кладбище человеческого историнства. Там люди ходят лохмотью, с криками и собирают мусор. А какой же большой и яркий цветок вырастает. как неожиданно это по дороге к тому страшному месту. потом я вернулся к рифмовым стихам, потому что мне захотелось поиграть и в эту игру опять в рифмовым. Однажды я прочитал огромный том про Пушкина и там были много писем всяких разных о нем. И как-то по этим письмам мне хотелось написать стихотворение. Очень такой эпизод меня взволновал. Как Наталья, жена Пушкин не хотел услышать стихи. Мы устояли и сами от себя, хотя у всех характеры легки, но каково же было услыхать, хоть сказано любя, как Пушкин надоели мне твои стихи. Мы устаем и сами от себя, устаем, уж так устроены все жители земли, но каково же было услыхать, сказано любя, из уст самой любви Натальи. А он сказал смущенно и шутя, не обращайте на нее внимания, она еще дитя. «Мы от себя и сами устаем, уж так устроены все жители земли, вот как-то раз сидели так вдвоем, приходит Боротынский, тоже захотел прочесть стихи, предполагая, что жена поэта от стихов устала, он наталья спросил, я вам не помешаю. Она дитя, вы помните, тоже знаю, нет-нет, не помешайте, читайте, я не слушаю, она сказала. Мы устояли сами от себя, хотя у всех характер легкий, но каково же было слыхать, подсказано любя, как пушкин надоели мне твои стихи. А он сказал смущенно и шутя, не обращайтесь, но я слава внимая, она еще глядя. Но тем не менее, я иногда возвращался опять к верлибрю. Я не знал, кстати, что это верлибрю. Я думал, что я с ума сошел, что пишу стихи без рифми, но моя соседка мне сказала, у меня есть знакомый преподаватель в этой институте можно показать. я показал мне это верлибры, вы пишите. Я пришел домой, посмотрел слова, верлибры, стихи основанные не на села ботанической системе, то есть чередовая ударная безударная слава, какой-то рисунок имеет, а на интонации. Но только мне сказали, вы подражаете французам и французам, а надо другим им. А я подражал древнекитайскому поэту Бу Цуи. А написал как француз, и мне это было приятно. Вот еще один верлибр, называется «Над цивилизацией». над цивилизацией, над пространством, над временем, если бы оно было, так тонко и прозрачно поэт птица. Это любовь. Чего так светится лицо? Что заставляет так светиться? Лишь некоторые только лица. Так выйдет солнце на крыльца и дом в глуши преобразится. Какого ряда мыслей ход собьются в светлом хороводе и щеки нежно небословно над темной зеленой природы. «Достойный тонкий человек, читавший много книг, другого умного при всех вдруг застрелил тот снег Онегин Ленского убил. Лишь шутка виновата, за шутку девушки и увы тяжелая расплата. Друзья, мы все не так улыбьем, как кажется подчас. Простим проступки и грехи раз навсегда сейчас. Сменит гневливое улыбь любовное мгновение Не может жизнь переменить одно стихотворение Нельзя напиться навсегда Но что ж не пить вино Довольно то, что иногда Невольно Слово Нифпопад Все уж произнесено Движение маминой руки Я голову чешу И отвечаю на звонки Как о нас прошу А иногда я как отец Все делаю как раз Я думал что я молодец В сомнении сейчас И это я или они когда стихи пишут Я вижу дальний глаз огни Когда я так гляжу Все мои предки вдалеке Истин глубин гребят И все что я хочу Это они хотят И то что сделают потом то сделают они Вот так ведут моей рукой далекие глаза огни Он житель всей страны В глазах гудит вам Вы говорите с ним а зря он видит сон Он житель всей страны сон глазах гудит вам Он говорит Увы Вам тоже снится сон На них растется он Он вам ужасно рад Как жаль что я писал Эх как жаль что я писал Все время не в попад Однажды утром я написал стихи такие Обычно я вечер напишу стихи Когда закрываются все учреждения то раскрывается свобода внутри человека А однажды вдруг утром я написал стихи «Вперед люблю я всех погибших и убитых Потом замученных всех хамством от зверя Потом люблю без инцитив и забит Потом уже люблю таких как я потом жилю хам сострадаю потом богатым сострадаю потом со славой мировой черт поди я теряю строку потом богатым сострадаю потом славой мировой потом сочувствую бандит меж жут мировой мыслительный когда целыми с собой Я ходил в богатый дом, и грусть меня следала. Здесь я прекрасен, это пусть, но что-то не хватало. Чего? Не понял я никак. Потом решил по ленности, поскольку я-то сам бедняк, что нет, наверное, ленности. Как мягко в темноте глаза касаются глазами, как рукава пальто. Это машинка стучит на третьем этаже? Или это голубь скребет цепожи стекарнизов на втором? Нет. Это по улице ходят женщины, день теплый. Я иду к себе домой. Весна навесила зеленые паутины на деревьях. И ушла. Уже лето давно. Вот как все на самом деле. И голубь скребется божественно. Она смотрела на меня, бросаясь за рулишь. Изредка, украдка, и от подруги, и от самой себя. Как будто плод манящий, сладкий, Висел над головой к себе ее маня. Ее лицо читало, словно книгу, Лагонебряженность, смягность вдалеке, Что поредки ей оставили. Но не постигнув, но не постигнув, В неведении оставался. Я как плодец против течения брикен. И последний стих, который собирался читать. Все русские поэты, ну не все, Пушкин и Есенина Куржава обязательно говорили о Пушкине. Я тоже одновременно написал стихи про Пушкина. Но сначала написал стихи про Цветочкина, Которые оградили спинками кровати. У могильной чугунной ограды, У железной спинки кровати Образ в общем один. Охранят сновидения, О прошлом у мертвых, О будущем у живых. И мне понравилось это стихи, В то время написал такое. Котола отдыхает, Один день уволен с работы, Пушкин ногти глядет, Когда ставлю точку в стиле. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ